В AutoCAD предусмотрено несколько методов создания PDF-документов — печать, экспорт, пакетная печать, публикация с диспетчера подшивок. А сегодня на повестке дня у нас функция «Booch Plot» — пакетной печати, которая позволяет сохранить чертеж из пространства модели, чертежи сразу из всех или только из выбранных вкладок листов, а также чертежи сразу из нескольких файлов в один одностраничный или в несколько многостраничных PDF-документов. Всем времени суток, не знаю, правда, есть ли здесь кто, для кого оно сейчас доброе. С вами Cuttle Project, меня зовут Ирина. Но прежде чем начать вещать по теме урока, я хочу попросить вас принять участие в небольшом опросе о перспективах импортозамещения в сфере программного обеспечения, в частности, о переходе с AutoCAD на другую SAPR. Опрос опубликован во вкладке «Сообщество» моего ютуб-канала, ссылка на него есть в описании видео. Заранее спасибо всем, кто не пожалеет своего голоса, ну а я начинаю! Итак, в этом уроке у меня будет сразу два файла — один с разрезами, второй с фасадами от того же домика, планы которого переводились в PDF в первых двух частях урока. Все, как полагается, вычерчено в пространствах модели и оформлено на печать в пространствах листов. Один лист намеренно недооформлен, чтобы показать, каким последствиям это приводит. Скачать оба файла можно по ссылке из описания видео. Пакетная печать работает через диалоговое окно Publish Попасть в него можно. Из меню «Приложение» кнопка «Приложение» пункт «Publish» С ленты вкладка «Output» панель «Plot» Инструмент «Boochplot» пакетная печать. Из командной строки команда «Publish» Enter. Чтобы с помощью диалогового окна «Publish» перевести что-либо в формат PDF, необходимо из раскрывающегося списка «Publish to» выбрать вариант «PDF», после чего ниже появится еще один раскрывающийся список «PDF Preset» . Из него можно выбрать наиболее подходящий PDF Plotter. В AutoCAD 2020 имеется 5 предустановленных PDF Plotter, настроенных под наиболее типичные задачи пользователей. О назначении и стандартных настройках каждого предустановленного PDF Plotter я подробно рассказывала в первом уроке серии, поэтому сейчас уже не буду на этом останавливаться, просто выберу старый добрый DWG to PDF. Если ни один из доступных PDF Plotter вас не устраивает, то для публикации чертежей в PDF можно задать пользовательские настройки. Так, если нажать кнопку «Publish Options» , то откроется диалоговое окно «PDF Publish Options» , в котором продублированы настройки из выбранного файла конфигурации печати. В разделе Quality можно выбрать Vector Quality — качество вектора, определяющее разрешение векторной графики и градиентов . Raster Image Quality — качество растрового изображения, определяющее разрешение растровых изображений, также от 150 до 4800 DPI, но не больше, чем качество вектора. Merge Control — управление слиянием, контролирующее отображение пересекающихся линий. Если взять вариант Lines Override — только последняя линия, то верхняя линия будет скрывать нижнюю. А если выбрать Lines Merge — все линии, то цвета пересекающихся линий будут смешиваться. В разделе Data данные доступны флажки Include Layer Information , добавляющий в PDF-документ информацию о слоях чертежа, так что их можно будет включать или отключать в программе просмотра PDF-файлов. Include Hyperlinks включить гиперссылки, преобразующие вставленные в чертеж гиперссылки и ссылки на листы в гиперссылке, так что они будут исправно работать и в PDF-документе. Create Bookmarks — создать закладки, выводящие ссылки на листы и именованные виды в древовидный список, который будет отображаться на панели закладок в программе просмотра PDF-файлов. Capture fonts used in the drawing — включить шрифты, используемые в чертеже, внедряющие true-type шрифты в PDF-файл так, что они будут корректно отображаться даже в случае их отсутствия в программе просмотра PDF. Convert all text to geometry — преобразовать весь текст в геометрию, преобразующие символы true-type шрифтов в объекты геометрии так, что текст в PDF-документе будет таким же, как и на самом чертеже, зато размер файла существенно увеличится. Обратите внимание, что настройки, сделанные в диалоговом окне PDF Publish Options, определяют только свойства PDF-документов, созданных методом пакетной печати, и никак не влияют на исходное состояние самого PDF-плоттера. Так, если изменить здесь что-нибудь, а потом еще раз выбрать тот же набор параметров PDF, то все настройки в диалоговом окне PDF Publish Options вернутся к состоянию, которая прописана в выбранном файле конфигурации печати. Список чертежей, которые отправятся на публикацию, выводится в область Sheets to Publish . По умолчанию в него добавляется весь доступный контент текущего файла. У меня здесь, соответственно, чертеж из пространства модели и три листа. То есть, если запустить публикацию сейчас… то получится PDF-документ из четырех листов, на одном из которых представлен неоформленный чертеж из пространства модели. Сомневаюсь, что кому-то может понадобиться что-то из модели, когда имеются подготовленные к выводу листы, но о сортировке листов расскажу чуть позже. Пакетная печать позволяет публиковать в PDF чертежи сразу из нескольких DWG файлов. Чтобы добавить в список публикуемых листов чертежи из других файлов, можно из контекстного меню выбрать пункт «Add Sheets» или кликнуть по кнопочке «Add Sheets» . Оба действия вызывают диалоговое окно «Select Drawings» . Я сейчас буду добавлять к публикуемым чертежи из второго своего файла с фасадами. Соответственно, сразу выделю его и чуть подробнее расскажу о настройках, которые нам здесь предлагаются. Раскрывающийся список «Include» позволяет выбрать, какое содержимое выбранных файлов будет добавлено в список публикуемых листов пространство моделей и пространство листов, только пространство моделей или только пространство листов. Если отмечен флажок «Prefix Sheet Title with File Name» , к названиям листов, то названия листов в списке публикуемых будут составлены из названий самих файлов и названий пространств, разделенных дефисом. Если его снять, то в названиях листов останутся только названия соответствующих пространств. После клика по кнопочке «Select» , указанный контент из выбранных .dvg файлов будет добавлен к публикуемым листам. Я добавила пространство листов из файла с фасадами, и если запустить публикацию «Теперь», то получится PDF-документ уже из 8 листов. К листам с разрезами добавятся еще и листы с фасадами из второго файла. Еще один вариант — использование пакетной печати, публикация в PDF заранее выбранных листов текущего чертежа. Так, если зажать клавишу Ctrl, то можно выделить сразу несколько вкладок листов. А потом, если вызвать контекстное меню кликом правой кнопкой мыши по одной из выделенных вкладок и выбрать из него пункт «Publish selected layouts» , то откроется диалоговое окно Publish, в котором в списке публикуемых листов будут красоваться только выбранные ранее пространства листов. И если запустить публикацию, то получится PDF-документ из выбранных листов. У меня из двух листов с фасадами домика. И еще одна функция пакетной печати — публикация в PDF чертежей из всех открытых в данный момент DWG файлов. Для ее реализации в диалоговом окне Publish имеется галочка «Automatically load all open drawings» автоматически загружать все открытые чертежи. Однако, если поставить ее сейчас, то в списке публикуемых листов ничего не изменится. Листы из второго открытого файла в него не добавятся. Причем, если закрыть диалоговое окно, отменив публикацию, о сохранении списка листов буду рассказывать чуть позже, а потом снова открыть его, то галочка «Automatically load all open drawings» опять будет снята. А в списке публикуемых опять будут листы только из текущего файла. К сожалению, эта настройка сохраняется только в случае успешно завершенной публикации. А чтобы включить ее заранее, не публикуя ничего, необходимо изменить значение системной переменной Publish All Sheets. Вместо принятого по умолчанию 0 задать 1. Если открыть диалоговое окно Publish при таком значении этой системной переменной, то злополучная галочка будет отмечена, а в списке публикуемых листов, наконец, появится весь доступный контент из всех открытых в данный момент DWG файлов. Соответственно, если запустить публикацию так, то получится PDF-документ, в котором будет все — и листы с разрезами, и листы с фасадами, и чертежи из пространств моделей. Список публикуемых листов можно редактировать непосредственно в диалогом окне Publish. Для этого предусмотрены набор кнопок и контекстное меню. Чтобы удалить листы, можно выделить их и нажать кнопочку Remove Sheets . Или выделить их и взять из контекстного меню команду Remove . В контекстном меню также доступна команда Remove . Исключить все, с помощью которой можно удалить из списка сразу все листы. Чтобы менять порядок листов, можно пользоваться кнопками Move Sheet Up или командами Move Up и Move Down . Чтобы переименовать лист, можно второй раз кликнуть по уже выделенному листу, в появившееся поле ввести новое имя для него и нажать клавишу Enter. Также для этого можно пользоваться командой Rename Sheet из контекстного меню. Нажатие кнопочки Preview открывает окно для просмотра чертежа в таком виде, в каком он будет представлен на бумаге. Правда, работает это только для листов из текущего чертежа. Если попробовать запустить так просмотр листа из другого чертежа, то автокад потужится-потужится, но ничего вам не выдаст. Под списком публикуемых листов отображается раздел, в который выводятся кое-какие сведения о выбранном листе. Может быть и так, что нижняя часть диалогов окна у вас скрыта. Чтобы развернуть ее, достаточно кликнуть по стрелочке Show Details . Итак, здесь у нас значит «Исходный чертеж», «Расположение чертежа», «Имя листа», «Устройство печати», «Размер бумаги», «Масштаб печати», «Детали настроек страницы». Но есть здесь еще одна вкладочка «Preview», «Предварительный просмотр», в которую выводятся миниатюры для просмотра листов в таком виде, в каком они будут в итоге опубликованы. Помните, у меня в файлах был один недоделанный лист? Вот он, красавчик! Чтобы исправить его, придется прервать публикацию. К этому окошку с предложением сохранить текущий список листов я еще вернусь позже, пока же просто нет. Найти проблемный лист и настроить его подобающим образом. Открыть Page Setup Manager , убедиться, что выделен нужный лист и нажать кнопочку «Modify» . Ну а далее по обстоятельствам, в зависимости от того, что не так с вашим листом. У меня здесь неподходящий принтер, не тот формат листа, неправильная ориентация чертежа. Исправив все, закрываем диалоговое окно Page Setup , закрываем Page Setup Manager и обязательно сохраняем исправленный чертеж. Возвращаемся в диалоговое окно Publish. Здесь опять все листы из обоих открытых файлов. Если отыскать тот, который я только что исправила, и взглянуть на его миниатюру, то на сей раз и на ней все будет в полном порядке. А теперь вернусь к тому окошку, которое всплывает каждый раз при попытке прервать публикацию. На самом деле это очень полезное окошко. В нем предлагается сохранить текущий список листов, чтобы потом можно было им быстро воспользоваться. То же самое можно сделать с помощью кнопочки Save Sheet List . Но прежде чем пытаться сохранить список листов, необходимо убедиться в том, что в чертежах, листы из которых включены в этот список, нет несохраненных изменений. Такие чертежи обычно помечаются звездочками. Так как наличие в файлах каких-либо даже самых незначительных изменений приведет к ошибке при попытке сохранить список листов. Итак, сохраняем все файлы. Открываем диалоговое окно Publish, а в нем в очередной раз все листы из всех открытых чертежей, в том числе и ненужные, полученные из пространств модели. Удаляем их и пытаемся сохранить список листов. На сей раз никаких ошибок нет, зато есть диалоговое окно Save List As . Вызвать его можно и из контекстного меню, выбрав из него пункт Save List . Оно же откроется при положительном ответе на вот этот надоедливый вопрос. Здесь все стандартно. Выбираем место для хранения файла со списком. Придумываем подходящее название для него. Файлы с такими списками листов имеют расширение . И жмем Save . Зато теперь этим списком можно пользоваться, чтобы каждый раз при запуске пакетной печати не приводить в порядок сбившиеся листы. Так, открыв диалоговое окно Publish и обнаружив, что в нем опять полный беспорядок, можно нажать на кнопочку Load Sheet List . Очередной раз отказаться от сохранения и попасть в диалоговое окно Load List of Sheets . Попасть в него можно, как водится, из контекстного меню списка листов, выбрав из него пункт Load List . Далее найти здесь сохраненный ранее список листов и сказать Load . Потом придется выбрать один из двух вариантов — либо заменить все листы в списке, либо добавить листы. Мне сейчас нужно заменить. В результате листы из сохраненного списка появятся в списке публикуемых листов, и впредь больше не придется его настраивать, можно просто пользоваться готовым. Теперь рассмотрим подробнее раздел Publish Options Information . В него выводится сводная информация о текущих параметрах публикации. Путь до папки, в которой будет сохранен PDF-документ. Его тип, каким он будет — многостраничным или одностраничным. Способ присвоения имени PDF-документу. Информация о слоях. Включен ли в параметрах публикации флажок, добавляющий в PDF-документ информацию о слоях чертежа. Управление слиянием. Какой в параметрах публикации выбран способ отображения пересекающихся линий? Как я уже показывала, кнопка Publish Options открывает диалоговое окно PDF Publish Options. В нем, помимо настроек, позволяющих переопределить установки PDF-плоттера, имеется еще и ряд настроек, касающихся исключительно пакетной печати. Из раскрывающегося списка Location можно выбрать папку, в которой будет сохранен PDF-документ. Если нужной папки в списке не окажется, то можно воспользоваться кнопочкой Browse и выбрать подходящую папку в диалоговом окне Select a Folder for Generated Files . Если флажок Prompt for Name снят, то PDF-документ будет сразу сохранен с названием, указанным в поле File Name , в папку из раскрывающегося списка Location. Если отметить флажок Prompt for Name , то имя PDF-документа, равно как и место его хранения, можно будет выбрать в процессе публикации. И последнее здесь флажок Multishet File . Если он отмечен, то все листы будут сохранены в один многостраничный PDF-документ. Если его снять, то под каждый лист будет создан отдельный одностраничный PDF-документ. Запрос имени в данном случае не доступен, названия файлам будут присваиваться автоматически. И последний здесь раздел Publish Output . Поле Number of Copies , понятно, не актуально для сохранения результатов публикации в файл, поэтому сейчас не активно. Раскрывающийся список Precision позволяет выбрать необходимый набор параметров точности или вызвать Precision Presets Manager для просмотра настроек стандартных и создания пользовательских наборов параметров точности. Использование набора параметров точности позволяет переопределить качество вектора и растрового изображения, установленные выбранным PDF Preset или заданные в диалоговом окне PDF Publish Options. Поэтому, если у вас нет каких-нибудь специфических требований, то здесь можно просто оставить None . Флажок Include Plot Stamp позволяет нанести на странице публикуемого документа дополнительную информацию, какую именно можно определить, кликнув по кнопочке Plot Stamp Settings . Здесь имеются стандартные варианты – имя чертежа, имя вкладки, дата и время, пользователь, устройство, формат листа и масштаб чертежа. Также можно добавлять пользовательские поля. А если нажать на кнопку Advanced , то можно настроить внешний вид штемпеля, определить его место расположения, выбрать шрифт и высоту текста, задать единицы измерения. В общем, любой каприз за ваши деньги. На страницах готового PDF-документа такой штемпель может смотреться примерно вот так. Флажок Publish in Background активирует функцию публикации в фоновом режиме. Когда в процессе публикации вы можете продолжать работу в программе, об ее успешном завершении AutoCAD сообщит вам в специальном сообщении, которое появится вот здесь, в правом нижнем углу окна программы. Если отметить флажок Open in View when done, по завершении открыть в программе просмотра, то после завершения публикации созданный PDF-документ сразу откроется в программе просмотра. Итак, когда все настройки сделаны, запускаем публикацию. Получаем PDF-документ со всеми необходимыми листами из обоих DWG-файлов и со всеми функциями, предусмотренными выбранным PDF-плоттером, встроенными шрифтами, сформированными закладками, возможностью отключать и включать слои, активными гиперссылками. Готовый PDF-файл, который получился у меня, равно как и исходные DWG-чертежи, из которых он был сделан, как всегда, можно скачать по ссылкам из описания видео. А на этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что урок вам понравился. Не забудьте поставить лайк, если это так. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выхода новых уроков, в частности, ускоренной версии этого, который выйдет через несколько дней. Подписывайтесь на мои одноклассники ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Рутюб, чтобы не остаться без уроков в случае блокировки YouTube. Заходите на сайт cattleproject.ru, где также можно найти много полезной информации. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео! До встречи в следующих видео!